Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Тямыч, и мы с вами начинаем полноценное прохождение игры Total War Attila за фракцию Восточная Римская Империя. Да-да, мы начинаем цикл полноценных прохождений по той самой Византии Многострадальной, но если сравнивать ее с Западной Римской Империей, то, конечно же, намного более удачливой. Шутка ли говорить, ведь пережила Византийская Империя свою сестру, Западную Римскую Империю, чуть ли не на целое тысячелетие. Ведь пала она только от рук османов, друзья мои. А это, сами можете почитать, прошло уже очень много времени с тех пор. Итак, собственно говоря, давайте, не мудрство лукаво, начнем. Итак, Восточная Римская Империя. Что мы имеем на старте? Наш лидер Флавий Аркадий Август. Как я уже говорил на прошлом стриме, Флавий Аркадий Август является одним из двух сыновей Пеодосия I, последнего императора еще целой единой Римской Империи, после которого началось разделение этой самой Римской Империи на две части. На Западную и Восточную Римские Империи. Связано это было с тем, что контролировать, к примеру, отдаленные участки самой империи становилось с каждым годом все сложнее и сложнее. Несмотря на то, что римляне славились качеством, к примеру, своих дорог и множеством торговых путей, тем не менее, большие размеры территории самой империи были главной на тот момент проблемой. Поэтому для того, чтобы легче контролировать данные территории, веренные, решили власти эту Римскую Империю все-таки разделить. И, собственно говоря, Западной Римской Империи правили в самом Риме, потом столицу неоднократно переносили то в Равенну, то в Медиаланий, а Восточной Римской Империи правили именно из Константинополя. Фактически Нового Второго Рима. Кстати, его первоначальное название так и называлось, Новый Рим, и только потом уже, по прошествии времен, этот город начали называть именно Константинополем. Итак, давайте посмотрим, что про нее пишут. Разделение Римской Империи дало ее восточной части шанс подчинить себе весь Римский мир. Перенос столицы в Константинополь позволил византийцам заменить устаревшие системы власти, сдерживавшие экономический рост и ослабляющие императоры. Новые торговые пути и налоговые реформы наполнили казну империи, а на смену бессильному сенату пришли централизованный аппарат чиновников и сильная государственная церковь. Византия относительно спокойно пережила переселение варваров. Зачастую попросту отправляя их на запад. Однако юному императору Аркадию придется иметь дело с варварскими племенами, придворными интригами и постоянной угрозой со стороны Сассанинской Персии. Сумеет ли сохранить последнюю искру римского света в наступающей тьме плаве Аркадий Август? Только от нас это с вами будет зависеть. И здесь я также хочу добавить то, что действительно, несмотря на то, что у Западной Римской империи базовых служб с ним является легендарной, у Восточной Римской империи дела немногим на самом деле лучше. Если посмотреть с другой стороны, то может быть даже и хуже. Ведь Риму, Западному Риму, по факту откуда ожидать угроз? Столько лишь с севера и с востока. Западу атаковать некому, разве что сепаратисты могут проснуться вдруг в тылу. А Восточная Римская империя ей, конечно, придется сложнее, ведь ей придется, во-первых, выгонять со своих территорий армии вестблотов, во-вторых, как-то сдерживать постоянные набеги варварских орд с севера. Плюс ко всему, очень большая угроза в себе таит восточные державы, и самая сильная из них это империя Сассанидов, которая уже вот-вот, да, придет и будет стучаться в наши двери, в наши восточные границы. И это очень сильный для нас соперник. Итак, что же Восточная Римская империя, она же Византия, имеет на старте? Имеет она культурную особенность имперское наследие, то есть возможность нанимать войска в дружественных ордах, проходящих по землям Рима. И особенность фракции экономическая мощь. Доход плюс 5 от суммы в казне в конце хода и торговые пошлины плюс 50%. Штука, конечно, очень важная и нужная, особенно если сравнивать с тем, что мы видели у Западной Римской империи. Но надо иметь в виду, что и здесь нам на первых порах придется не сладко, друзья. Очень много времени мы потратим на выстраивание еще более мощной экономики и в основном будем отбиваться от атак орд и варваров. Насчет сложности. Как я уже сказал, я сейчас не буду вымахиваться, да, и как-то выезжать по поводу того, что я буду проходить на легендарке, потому что смысл, как был, так и остается. На легендарке отсутствует дипломатия и дают неоправданные бонусы. Поэтому я выберу мой привычный режим, в который я привык играть. Это уровень сложности очень высокий для опытных игроков. Собственно говоря, те, кто постоянно следит за моим каналом, знают, что я все свои прохождения на канале по Total War прохожу именно на предпоследнем уровне сложности, ибо, как я думаю, он является наиболее сбалансированным из всех. Конечно, есть определенные бонусы искусственному интеллекту, но, с другой стороны, не так уж и легко в него играть. В настройки поставлю следующие, которые вы сейчас видите. Ну и, пожалуй, мы начнем потихоньку возрождать Византию из пепла и попробуем привести ее к процветанию и миру. Поехали! Византия готова принять бой. Готова принять свою судьбу. Воздух наполнился дымом и кровью. Рим разделился надвое. Восточная Римская империя раскинулась от вод Дуная до песков Египта и Аравии. Пока Запад приходил в упадок, оставив вечный город варваром, на Востоке всходило солнце. Преемником Рима стал Константинополь. Новый город Единого Бога. Его жители богатели процветали, покупая окрестных царей за свое золото. Преемником Рим Doug played в косму. Преемперия Преемника Преемперия Преемполь И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли. Восточные римляне, архитекторы грядущей эпохи и строители новой просвещенной империи, и они готовились к войне. Постановив разделить Рим, последний император Феодосий доверил вам восточную часть империи. Сейчас она в опасности. С северо-востока приближаются орды гунов, от которых бегут даже самые свирепые варвары. Согнанные с насиженных мест, эстготы и прочие подобные племена пойдут через ваши земли, не позволяйте им причинить вред своему народу. Поглядывайте и на юго-восток. Держава сессонидов достаточно сильна, чтобы посигнуть на восточные земли. На западе пока спокойно, но западная римская империя едва сдерживает варваров на своих границах. Возможно, вам удастся присоединить ее и возродить Рим во всем блеске былой славы. Итак, как мы видим, действительно у нас перед нами стоят очень эпичные задачи, и первоначально кажется, что они почти что невыполнимы. Сами понимаете, присоединить западную римскую империю к себе, это... Это, друзья мои, не пшубу, извините, в трусы заправлять. Итак, давайте посмотрим, какие первоначальные испытания нам предстоит пройти и выполнить. Ну, во-первых, как мы видим, здесь два стека непрошенных гостей. Это те самые эстготы. Одну из армии возглавляет прославленный Аларих, вторую Атаульф. Желательно, конечно, от них избавиться как можно пораньше, и, в принципе, вполне возможно попробовать вынести их уже на первых ходах. Это действительно реально, но придется немного поднапрячься и поначалу немного поднакопить войск. И затем попытаться их как-то попробовать выманить по одному, и по одному их уже как-нибудь из засады или как-нибудь еще разбить. Тогда будет вам на одну головную проблему меньше, но не забывайте, что кочующие варвары здесь, это не только эстготы, но еще и куча-куча других. Вы встретите и гунов, и езигов, и эстготы придут на огонек. Короче говоря, кого только с севера вы не встретите. Поэтому, конечно, здесь также нужно иметь это все в виду, и вполне возможно, что свои западные и северо-западные земли, вполне возможно, что вы еще даже и не получится у вас их удержать. В конечном итоге самое главное, чтобы вас не выкурили из вашей же столицы Константинополя, потому что ордом кочевников вообще взять Константинополь с их феодосиевыми стенами будет практически нереально. Особенно, если здесь будет фулл стэк, только в том случае, если все-таки они попытаются объединенными силами не только в одиночку, но и с другими варварами вас и с моря и с суши окружить. Только тогда, я думаю, только у них может что-то получиться. Но, как я уже сказал, первоначальная задача у нас, программа минимум, это попытаться либо уничтожить вестготов, как таковых, либо попытаться их прогнать с наших земель, к примеру, на тот же север или вот к нашим союзникам Западной Римской империи. Это дела, которые нам нужно сделать по-быстрому на Западе. Посмотрим, что на Востоке у нас здесь. Итак, на Востоке на первый взгляд кажется, что все довольно тихо-спокойно. Например, в южной части Африки у нас тут Набатия. Да, наш протекторат тихо-мирно, мы с ними существуем. Есть и Гассониды. Но с Гассонидами, даже несмотря на то, что также они являются нашими союзниками, нашими союзниками они на самом деле пробудут не так уж и долго. Буквально уже, по-моему, на следующем ходу они объявят официально то, что все договоры с нами расторгаются. Окончательно и бесповоротно. Это тоже надо принять к сведению, тем более, что у них сразу стоит чуть ли не полный стэк, 14 отрядов. И вполне возможно, что в скором времени они также пойдут на наши восточные земли, которые ни в коем случае не стоит терять. И... Господи, я опять недоумеваю, почему тут нет Иерусалима. Да что ж такое-то? Или Иерусалим здесь как-то переименовали? Может быть, это Ильей Капитолина? Нет? Да, довольно-таки странно, что его тут нету. Во втором времени-то он хоть был, хоть с захудалой деревушкой, но он присутствовал. Ну, ладно, не будем сейчас заострять на это сильно внимание. Ну и, собственно говоря, в территории бывшего Египта, как мы видим, тоже все довольно тихо да гладко, но только на первый взгляд. Проблемы, опять же, с санитарией, с общественным порядком, и всего лишь одна армия здесь на все про все, чтобы контролировать вот весь этот участок. Сами понимаете, довольно-таки неудобно, но что делать, что делать? То есть, дайте посмотрим. Влияние персонажа зависит от его личных достижений. Да, сударня, да, сударня. Каких, как службы на посту губернатора назначить? А, да, 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 спасибо за то, что мне все объяснило. У нас лимит, у нас, опять же, 7 из 8 армий доступных, то есть придется опять думать, куда дополнительную армию совать. Либо, ну тут два варианта, либо помочь здесь на севере, либо построить еще одну армию здесь на востоке, потому что здесь нам помощь еще как пригодится, потому что здесь у нас уже идут прямые границы с империей сассанидов, да. И хотя мы с ними на первых порах пока что просто мирно соседствуем, но на самом деле сассаниды готовятся к удару, причем удару мощному и ошеломительному, чтобы полностью вывести нас из игры и забрать все наши, всю нашу житницу, да, все наши плодородные и богатые земли востока, что, конечно же, тоже ни в коем случае нельзя допустить. Поэтому в приграничные города, я сейчас как раз-таки Легион 22 Фульминату, я по-быстрому пересылаю в Эдессу. Эдессу у нас как раз город со стенами. Будет удобно оборонять даже восемью отрядами. И, конечно же, не забываем про развитие. В первую очередь нас интересует именно военное развитие, чтобы мы по-быстрому смогли строить жизненно необходимые нам военные постройки, такие, как загон конницы, плац пехоты и стрельбище застрельщиков. Кстати, с разделением обязанностей мы сможем переобучить ламитанов до комитатских копейщиков, которые станут для нас еще более эффективными. Итак, у нас на старости 8000. Состояние казны и 2783 прибыль за каждый ход. 1050. Ну, в принципе, дела-то немного получше, да, чем у Западной Римской империи, но, как я сказал, не особо-то они и лучше на старте у нас с вами. Так, перед тем, как приходить к активным боевым действиям, давайте посмотрим на следующее. Давайте посмотрим на наше семейное древо, что у нас здесь есть. Само собой, наш отец, который уже умер, Флавий Феодосий, он оставил после себя двоих также сыновей. Это Флавий Руфин и Флавий Аркадий Август. Руфин также в нашей семье, само собой, а вот наша жена, Эли Евдоксия, она происходит от Флавия Баута, который тоже уже, к сожалению, почил. А пока что наше семейное древо только-только начинает расти, но я думаю уже по прошествии определенного времени будет уже довольно-таки разветвленное. Итак, в первую очередь, давайте сделаем следующее. Давайте уже раздадим должности и сформируем свой чиновничий государственный аппарат. Нанимать, опять же, я буду наиболее, скажем так, лояльных мне людей. Военный князь. Ну, опять же, конечно, к локализации можно определенные претензии предъявить, да, военный князь, ведь князей так ведь не называли в свое время, правильно, но что поделаться. Так, Евпаторий. Тоже тебя на военного князя, и еще можно Флавию Кесария. Вы у нас будете, скажем так, основным чиновничьим аппаратом, а вот на должности губернатора мы поставим, собственно говоря, самого Флавия. Да, в Афракию, чтобы здесь поддерживать порядок в столице. Так, и Флавий Руфин, ты у нас будешь отвечать за, собственно говоря, Сирию. Пусть будет так. Затем, из кандидатов кто у нас? Анатолий Катон. Анатолий Катон, давай ты будешь управлять Ливией. И Гай Эбутсиан, ты у нас будешь управлять Египтом. Таким образом, мы сможем эффективно управлять максимум, максимумом возможным территорией. И давайте сейчас приведем порядок, общественный порядок, издав Эдикт крестьянского просвещения. Оно дает нам плюс 2 для гражданских технологий и плюс 4 от наличия греческих христиан. Я думаю, это укрепит наше влияние здесь и не допустит восстаний преждевременных. Так, а в Константинополе, в принципе, здесь с общественным порядком все нормально, поэтому можно, к примеру, настроиться на аграрное развитие. Рост плюс 10 и производство пищи плюс 20. Это нам также пригодится. В Сирии. В Сирии также увеличиваем общественный порядок. Ну и на повестке дня, как я уже сказал, у нас, собственно говоря, вопрос, вестготский вопрос. Кстати, пока я еще не забыл. А, ну это будет уже на следующем ходу. Можно попробовать кого-нибудь потом еще принять в свою семью. Но это мы сделаем позже. Итак, готский вопрос. Две армии у нас здесь на север. Это легион 4 Флавия Феликс и, собственно говоря, легион 11 Клаудия. К сожалению, первый легион у нас довольно-таки сильно изношен, скажем так, покоцан, поэтому срочно надо что-то предпринимать. Надо милитаризировать его по полной. Пока что не пытайтесь как-то по-быстрому развивать военные постройки. Пусть пока у вас там будут одни лимитаны, да. Пока что надо сосредоточиться на других постройках, на других делах. Строим пока лимитанов. В принципе, против вестготов пока что они еще не осели, да, и не сделали особых бед нам, лимитаны вполне могут подойти. Даже несмотря на то, что это начальные отряды, тем не менее, они все равно довольно эффективны. У нас сейчас на повестке дня, собственно говоря, возникнут две проблемы. Это как можно побыстрее избавиться от антисанитарии в некоторых городах, регионах, и затем увеличить производство пищи, потому что пища будет у нас реально страдать. Да, и, кстати, не забываем еще также пополнить количество людей на наших рубежах здесь, на востоке. Количество армии. Так, еще можно повысить немного налоги. Тогда у нас будет вообще еще более кучерево, хотя с общественным порядком, конечно, будут некоторые проблемы, но все-таки прибыль, прибыль решает, друзья мои, прибыль решает. Так, ну что, занимаемся потихоньку, тогда наведением порядка, наведением порядка начнем мы, наверное, вот наших территорий в Азии. Азия также является жительницей, кстати, давайте посмотрим по, собственно говоря, карте, по пище, что у нас здесь. Ох, по пище у нас как-то наполовину, да, то есть половина территории более-менее насчет пищи, остальная половина в пище не нуждается, да, она ее производит. А насчет плодородности, да, плодородия, ну, как всегда, это Дельта Нила самое плодородное у нас место, Вифиния, Фракия, Дардания, ну и, в принципе, все. Более, ну, остальные уже у нас тут более-менее плодородность, будем это иметь в виду. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь в кизике. О, кстати, уже можно строить поля, и так, но, к сожалению, оно загрязнение нам дополнительное даст, и загрязнение, и общественный порядок, но что делать? Нам нужно как можно быстрее сейчас получить бонус к пище. Богатство от животного, 100 плюс 30, так, плюс 40, 54, да, дополнительная пища плюс 18 за каждый уровень плодородия. Угу. Ну, давайте пшениточные поля тут тогда построим. У нас здесь в кизике, так, а в Синаде тогда, к примеру, ну и здесь же, да, в Синаде построим фонтан. В принципе, одного фонтана на провинцию должно хватить, оно дает нам, он дает нам фонтан санитарию плюс 2 в Синаде в самой, и еще плюс 2 во всей провинции. Так, у нас остается 175 золотых, а значит, уже можно делать следующий ход. Все необходимое мы уже на этом ходу на первом сделали. А можно еще посмотреть что-нибудь на карте дипломатии, да, карте компании. Но здесь, в принципе, ничего особого вы тут, у вас тут не получится сделать. Торговать с вами никто не хочет. Ну и, в принципе, так вы и будете просто торговать пока что уже с вашими имеющимися торговыми партнерами. Протектораты вы имеете Набатию и Лазы, но на самом деле особо на них, ребят, не рассчитывайте уж сильно, потому что силы их довольно-таки слабые, к сожалению. Это насчет протекторатов, а насчет военных союзников это Гассониды и Западная Римская империя. Но, как я уже сказал, на следующем ходу Гассониды практически сразу отвалятся у вас с вами. Хотя, вот это меня всегда очень интересовало, может быть, это баг пресс-версии, ведь с Гассонидами у нас очень хорошее отношение неприятие культуры, но... Давайте им что-нибудь предложим в дарах. Ага, понятно, то есть просто так теперь мы им заплатить, что ли, не можем, то есть тут вернулась система из империи, из империи Наполеона. То есть мы теперь можем запросить, а предложить теперь вот только определенные, определенные, скажем так, презенты, и то небольшой дар начинается с двух тысяч. Печаль, печаль. Блин, я бы попробовал выдать свою... А, у нас же дочерей ведь даже нету. Как же плохо. Это меня очень печалит. с ассанидами, конечно, мы никаких дел вести не будем, само собой. Это исключено. Ну, да, поэтому можно по сути своей сразу делать следующий ход. И готовиться к первым неожиданностям тогда уж сразу. Да, я уже предвкушаю, как скоро начнется беда. Ну, вестготы уже начинают бустовать. Неудивительно, совсем неудивительно, ну и я даже тут пытаться ничего не буду делать. Но ничего, они еще отомстятся за свои, скажем так. Сассаниды оказывается вообще сразу решили, да, на нас пойти. Так, ну что, смотрите, в принципе, шансы есть, да, вовлечь гасанидов против сассанидов, ибо наш-то с ними отношение вроде как более-менее, да, но проблема может возникнуть в Западной Римской Империи с лазами, а лазы у нас это где? Лазы у нас, блин, тоже граничит с нами, и отношения у нас с ними, не знаю, не особо, да? Станет ли это для нас проблемой, вот не знаю. Но раз уж сассаниды на нас сразу поперли, то я попробую позвать на союзников на помощь, посмотрим, кто придет. Отлично! Слушайте, к нам присоединились все, кроме Западной Римской Империи, да и бог с ними, собственно говоря, их проблемы это их проблемы, не наши. Самое главное, к нам присоединились все, и на базе, и гасониды, и лазы, что же, шикарно, но и тут проблема в том, что у них-то больше протекторатов, да, у них тут и Парфия, и Ария, и Макран, и Мазун, и Афригиды, и Лахмиды, кстати, у гасонидов с Лахмидами будет прямая конфронтация, но, кстати, что интересно, у сасонидов также, они потеряли сейчас войну с нами, да, когда они объявили нам войну, и много своих союзников, то есть, они потеряли Армению, они потеряли Аран, Антропотену и Абахшар, посмотрим, во что это выльется, может быть, им же хуже будет, в конце концов. Итак, объявляют нам войну Бахрам, в образ 42 хода, темпераментный, и терпимый к чужим религиям, ну, что же, ты выбрал свой путь, посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. Да, очень я вовремя и своевременно перевел своей армии на Восточный фронт, потому что сейчас там будет действительно жарко, друзья мои, действительно жарко. Итак, уже пошли первые разграбления, должность получена, отлично, и у нас теперь господство 31 и контроль 70%, лесть и взаимные обязательства помогли нашему человеку занять должность. Итак, ведони, военный князь, отлично, евтропий, замечательно, плави, писари, все, наши чиновники все уже заняли свои должности, и я этому рад. Работайте на благо страны, работайте на благо Великой Бизантии. Итак, я уже нанял своих ребят, и теперь что мы делаем? Что мы с вами делаем? Так, придется, к сожалению, короче говоря, один на один сражаться, скорее всего. Что у нас с наемниками? С наемниками у нас пусто, да? Угу. Это не есть хорошо, конечно. А, ну, зато мы можем сейчас быстро маршем, быстро маршем пройтись по-быстрому. Давайте это и сделаем. Как раз сейчас алчущие бои пошли на стоянку, значит, мы сейчас легионом четвертым по-быстренькому пойдем вот сюда. Будем сейчас наказывать великанов, и, по-моему, сейчас можно попробовать алариха заманить в ловушку. Тау-самого алариха вождя в изготове. Так, к сожалению, нанимать мы никого не можем, но, что самое главное, мы можем заманить в ловушку этого самого алариха вождя Вестготов. Что, в принципе, все складывается в нашу пользу, поэтому я не вижу проблем сразу начать бой, начать битву. И, если мы сможем завалить алариха, это, на самом деле, будет очень большой победой.